МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Каждый шестой ребенок в Казахстане живет в бедной семье. А это уже катастрофа общенационального масштаба, ведь бедность может передаваться по наследству. Правозащитники Казахстана зафиксировали всплеск сообщений о насильственном призыве в армию. Этот вопрос обсуждался в столице на брифинге ВСЦК. Сегодня как минимум 625 тысяч детей проживает в малообеспеченных семьях. Такое заявление сделала Мажелесвоман Закиева на пресс-конференции партии власти. Депутаты выразили обеспокоенность суицидами среди детей. Тем более текущий год объявлен годом детей. Но, как выяснилось, всякие маты на местах саботируют поручения президента, и дети не только из бедных семей не могут посещать бесплатные кружки и секции. Согласно данным ЮНИСЕФ, каждый шестой ребенок в Казахстане живет в бедной семье. 90% бедных семей – это многодетные семьи. Каждая пятая многодетная семья имеет деньги только на продукты. У 4% семей не хватает денег даже на еду. Каждая третья многодетная семья – это 32% – не имеет сбережений. И 18% в случае потери дохода смогут продержаться не больше месяца. Учредитель Zerteo Research Institute Шолпан Айтенова полагает, что из 6 миллионов детей в Казахстане около миллиона детей проживает в бедных семьях. А это уже катастрофа общенационального масштаба. Ведь бедность может передаваться по наследству, и многим детям тяжело будет выбраться из замкнутого круга. Но официальные цифры, конечно, ниже. А именно, мы предлагали затронуть проблему детей, проживающих в малообеспеченных семьях, и предложили повысить АСП на ребенка, проживающих в малообеспеченных семьях, до 35 тысяч тенге. Это прожиточный минимум в Казахстане. Сегодня 625 тысяч детей проживает в малообеспеченности. По официальным данным, в стране насчитывается около миллиона бедных людей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. При этом данные цифры, как всегда, далеки от реальности, говорят эксперты. Причина проста. Властям невыгодно озвучивать реальные цифры по бедности по разным причинам. Чем больше бедных в стране, тем больше потребуется увеличивать соцрасходы на поддержку уязвимых слоев. На это наши чиновники всегда идут неохотно. Социологи уверены, что у детей в малоимущих семьях в Казахстане должен быть доступ к бесплатным кружкам и секциям. Детям из бедных семей надо дать шанс на более качественное будущее уже сейчас, а не когда повысится благосостояние их родителей. Но Акиматы на местах саботируют программу Артспорт. Мы уже давным-давно, наши дети ждут этих бесплатных кружков. Как сам президент говорил о том, что более полутора миллионов человек живут за чертой бедности. Это первое. Министерству нужно в кратчайшие сроки проработать данный вопрос. У них сейчас создана, если не ошибаюсь, межведомственная комиссия, которая проработает все вопросы. Казахстан в рейтингах Всемирного банка относится к странам с уровнем дохода ниже среднего. Это значит, что по этой методике черта бедности в Казахстане по расчетам Всемирного банка составляет 5,5 долларов в день. Это чуть больше 70 тысяч. То есть тот, кто зарабатывает в Казахстане меньше 70 тысяч, по методикам Всемирного банка уже является бедным. А вот по логике нашей власти и официальной казахстанской методики бедным является лишь тот, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, то есть ниже 34 тысяч тенге в месяц. И сюда даже не включены расходы на образование и расходы на секции и кружки для детей, особенно если речь идет о многодетных семьях. Боржан Шайхмед Ахмедя Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Правозащитники зафиксировали всплеск сообщений о насильственном призыве в армию. СМИ ссылаются на сообщения в соцсетях. Этот вопрос обсуждался на брифинге в СЦК. Военные начали забирать с улиц городов мужчин призывного возраста. Рейды за мужчинами призывного возраста также проходят по квартирам, говорят жители. Но военные отрицают факт активизации призыва. Уклонистами от срочной воинской службы считают тех, кто получил повестку лично, подписал ее, но не явился в военкомат без уважительных причин. А также тех, кто не явился без уважительных причин на отправку в армию после того, как призывная комиссия вынесла решение о призыве. Таким незаконно откосившим грозит штраф в размере до 1000 МРП. Это более 3 миллионов тенге. Либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. Но призывники не торопятся. Зато военные организовали быстрый зов, говорят жители. Однако генералы отрицают факт активизации призыва. Никакой охоты нет. Есть просто выполнение требований, которые определены в Конституции. В Конституции четко и ясно написано, что каждый гражданин обязан. А если его состояние здоровья не позволяет, то это определяет комиссия, которая создается на призывном пункте. Несмотря на довольно жесткое наказание, молодежь не спешит отдавать долг родине. Сегодня это не так престижно, как когда-то. Да и стимулов нет, говорят парламентарии. Так, в 2021 году призыву на срочную воинскую службу в местных органах военного управления подлежали 215 тысяч человек. Из них призваны вооруженные силы и другие войска и воинские формирования 32 тысячи. Остальные 85%, то есть 183 тысячи человек, по разным причинам получили отсрочку или были освобождены от призыва. Военные обещают разобраться с каждым случаем индивидуально. С учетом двух месяцев поступили около больше 300 звонков родителей и родственников, и призывников, и каждому персонально мы разъясняли права, обязанности, и в случае каких-то проблемных вопросов сразу решали эти вопросы на месте. Причина того, что молодежь не идет на срочную службу, в отсутствие мотивации, полагают мажоресмены. Оптимизма не прибавляет истории о дедовщине в частях и суицидах молодых солдат. По официальным данным, 220 военнослужащих за последние 10 лет покончили жизнь самоубийством. Это в среднем по 22 военных в год. С начала этого года счеты с жизнью свели 7 военнослужащих. Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Чиновника оштрафовали на 300 тысяч тенге в Уральске. К административной ответственности привлечен руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Жандос Дусингалиев за необоснованное заключение договоров о госзакупках. Об этом сообщил представитель филиала Республиканского общественного объединения Адельдек Жолы Бауржан Ахмеджан. Стало известно, что чиновник заключил необоснованный договор из одного источника. Общая сумма штрафа составила 306 тысяч 300 тенге. Они из одного источника без запроса ценовых предложений у других предпринимателей или без проведения конкурса, то есть без конкурентной среды закупили напрямую у одного, так скажем, индивидуального предпринимателя работы. Тогда как согласно закону о госзакупках, такая норма действует только при закупе товаров или же услуги. Тем более у этих ТО и ЕП отсутствуют, так скажем, разрушительные документы. Продолжаем выпуск и вот что вы увидите далее. В Уральске в рамках текущего ремонта дорог приведено в порядок дорожное полотно на 20 улицах. На сегодняшний день работы завершены на 50%. Спор из-за моста разгорелся в Актюбе. Новая транспортная развязка должна значительно разгрузить сразу две оживленные улицы. Почему мнения актюбинцев разделились? Фестиваль тюльпанов состоялся в Западно-Казахстанской области. Большое мероприятие прошло в Кандинском сельском округе Косталовского района. Именно это место считается родиной тюльпанов. Труп женщины обнаружен в Уральске. В департаменте полиции сообщили, что тело было найдено жителями областного центра утром 3 мая на привокзальной площади. Личность умершей женщины установлена. В настоящее время выясняются причины смерти женщины 1989 года рождения. Иные подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Отмечено, что погибшая не была лицом без определенного места жительства. В настоящее время труп направлен на СМЭ, по результатам которого будут установлены причины и обстоятельства смерти. В Уральске проводится текущий ремонт дорог. На сегодняшний день в порядок приведено дорожное полотно на 20 городских улицах. В работе задействованы несколько бригад дорожных рабочих, которые латают выбоины в две смены. На каком этапе текущий ремонт дорог, расскажет наш корреспондент. В 2022 году в целях улучшения качества дорожного покрытия проводится текущий ремонт дорог. Из 40 улиц, на которых запланирован ямочный ремонт, ремонтные работы завершены на 20, протяженностью более 20 километров. Специалисты отмечают, что завершение текущего ремонта дорог состоится в ближайшее время. Работы выполняются дорожниками в две смены. Тендер на ремонт дороги по проспекту Абулхайрхана, на качество которой поступает большее количество жалоб от автолюбителей, завершится в конце этого месяца. В конце мая ожидается определение подрядчика по среднему ремонту проспекта Абулхайрхана. Кроме того, объявлен конкурс по пяти реконструкции дороги. Это улицы в старом аэропорту, улица Кожмуканская-Малина, а также улица поселка Дзиркул-Литейная, Гаврилово, Первомайский проспект. Второй рабочий – улица Мусины и в центральной части улицы Молдавская-Аральская. В настоящее время ремонтные работы проводятся на улице Сарайшых. Дорожники отмечают, что заделывание ям на одной улице занимает порядка двух дней. С начала весны мы ремонтируем дороги. Мы накрываем ямой горячим асфальтом. При Гадде нас четыре человека. Работаем на две смены. В день ремонтируем по две дороги. Сейчас закончили ремонт примерно 20 дорог. Стоит отметить, что общая протяжённость дорог в Уральске составляет более 580 километров. Из них почти 50% заасфальтировано. Но при этом более половины дорог с твёрдым покрытием находятся в критическом состоянии и нуждаются в ремонте. Альбина Каленова, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, ТДК-42. А в Актюбе разгорелся спор из-за моста. Новая транспортная развязка через реку Создинка обойдётся казне в 173 миллиона бюджетных тенге и значительно разгрузит сразу две оживлённые улицы. Почему мнения актюбинцев разделились, выясняла Лайла Уесова. Единственный переход через реку Создинка в этом районе – вот этот самодельный мост. Он очень шаткий, дети здесь иногда падают в воду. И по словам жителей, недавно одна пожилая женщина даже повредила здесь ногу. Это река Создинка в центре Актюбе. Самодельный мост в этом году смыло паводком. Уровень воды заметно упал. И сейчас здесь соорудили дорожку из бетонных блоков, сломанного дерева и нескольких досок. Пенсионеры и инвалиды с трудом её преодолевают. Без посторонней помощи им не обойтись. К примеру, эта женщина спешит за документами в народную канцелярию и решила таким образом сократить путь. Ой, держитесь, держитесь. И вот так вот жители, ученики, дети, да? Да, я вчера смотрю, бабушка, 80 лет. Так-так-так, хорошо, старик с палочкой. А весной как, когда вода прибывает? А здесь тогда уже не ходят. По такой небезопасной дороге каждый день идут в школу дети из близлежащих частных домов. В прошлом году река унесла течением двоих школьников. Оба утонули. После происшествия власти решили построить полноценный автомобильный мост. Но жители требуют сделать его только для пешеходов. И это здесь проходят школьники. И не дай бог, если этот случай повторится, надо уже судить, кто ответственный за благоустройство города. Жёлтый автомобильный, жёлтый, цветный болтый. Пыль будем глотать, если построят автомобильный мост. Здесь всё-таки набережная, триатлон-парк. Жители просят обустроить им пешеходную зону. Пусть лучше деньги выделят на благоустройство и обработку от комаров. Сейчас решается вопрос, каким должен быть мост через речку Создинка. Автомобильным или пешеходным? Район считается спальным. Лесопарковая зона застроена элитными коттеджами. И его обитатели не намерены терпеть шум автотрассы. Однако у дорожных полицейских на этот счёт свои доводы. По их словам, мост избавит водителей от пробок. На уличной дорожной сети в городе Актюбе наблюдаются транспортные пробки, в том числе на пересечении Гайзи-Жибана-Абл-Хайрхана, Маметова-Абл-Хайрхана, Сан-Кибай-Батыра в районе 19-го кольцевой развязки. Для разгрузки для города необходимы постройки автомобильного и пешеходного моста на данном участке. Нами ранее, примерно лет 10 назад, был предложен местный исполнительный орган о необходимости построить мост. На встречу с жителями приехали представители общественного совета, полиции и ЖКХ. По словам чиновников, мост должны построить в этом году. Кроме дороги будет пешеходная зона. Стоимость проекта – 173 миллиона тенге. Данный мост будет транспортный мост, двухполосный, с устройством освещения, с устройством тротуаров для пешеходов. Данный мост предназначен для соединения 12-го микрорайона и соединения района Гайзи-Жбанова. Данный мост, как и ранее, наверное, говорили в управлении дорожной полиции, даст значительную разгрузку на такие проспекты, как Сан-Кибай-Батыра и проспект Абул-Хай-Хана. В связи с этим в текущем году планируется уже произвести строительство этого моста. Город растет, количество машин увеличивается. Нужно строить мосты и развязки, говорят чиновники. Как сообщили в Акимате, решение будет принято на общественном совете, с учетом мнения большинства. Лейла Уэсова, Жамар Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. В Мангастауской области непогода снова создала проблемы не только местным жителям, но и железнодорожникам. Из-за пыльной бури было ограничено движение на участке дороги от села Щетпе до поселка Житебай. А железнодорожные рельсы замело песком. Это стало причиной остановки пассажирского поезда сообщением Мангастау Актобе, который прибыл с опозданием на 42 минуты. В социальных сетях распространили видео с места ЧП, на кадрах которого люди лопатами пытаются очистить железнодорожные рельсы от песка. В минувшие сутки для расчистки пути от песка на этом участке были привлечены в Мангастау с дистанцией пути 30 монтеров пути. Очистили 3 километра пути. Задействованы 2 единицы специально оборудованной путевой техники. Усилиями части пыльной бури в железнодорожном Мангастауской области ведутся ежедневные работы по расчистке пути от пескозаносных заносов. Кроме того, на некоторых участках для защиты от заносов установлены камышевые и шпальные клетки. В Костанае около 50 охранников регионального вуза просят повышение заработной платы. У них появился новый работодатель, который предложил совсем не привлекательную оплату труда. Остаться без работы, проработавшие много лета в стенах вуза, охранники не могут себе позволить. Но и трудиться за копейки тоже не хотят. В причинах конфликта разбиралась Нина Шапом. После разговора с новым работодателем охранники Костанайского регионального университета пришли в недоумение. Охранное агентство из Павлодара, которое выиграло тендер и должно приступить к работе в ближайшие дни, предложило им остаться работать в их фирме. Вот только на заработную плату почти в два раза меньше прежней, которую они получали ранее в стенах вуза. Не менее 10 лет работаем каждый в службе безопасности в государственном университете нашего Костанайской области. Приехали, тендер выиграл Павлодарский охранное агентство. Предложили зарплату 50. Нету ни отпускных, ни оплачиваемых. Больничные не оплачиваемые с собой. Как выяснилось ранее, у вуза был заключен договор с другой охранной организацией, в которой работали все эти сотрудники. Потом он истёк, и до заключения нового тендера их трудоустроили в вуз на два месяца. Конкурс состоялся и выиграл его поставщик из Павлодара, договор с которым заключили до конца года на 40 миллионов тенге. Компания предложила нынешним нашим сотрудникам, так как они с 5 числа будут уже не являться сотрудниками охраны, предложила свои условия оплаты труда. Соответственно, работники не согласились с этим, но я так понимаю, что это рынок. То есть, если, допустим, кого-то не устраивает оплата, и я могу сказать таким образом, что я не могу и не имею права оказывать давление, допустим, на предприятие, которое выиграло этот тендер. В университете охранники получали заработную плату в размере 100 тысяч тенге. Все выплаты компенсационного характера и иные, предусмотренные трудовым договором, в вузе же сообщили, что выплатят. Узнать позицию охранного агентства нам не удалось, на связь с журналистами они не вышли. Если новый работодатель и охранники не придут к консенсусу, то большинство из них попросту уволятся. Работать за 50 тысяч тенге никто не согласен. Но вот найти работу в предпенсионном возрасте им будет непросто. Нина Шаппо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТТК 42, Костанай. Западно-казахстанскому сельчанину, потерявшему 70 голов скота, оказана помощь. Напомним, житель села Жемпиты Сарамского района лишился десятков сельскохозяйственных животных, которых загрызли одичавшие собаки. Ущерб оценен в сумму 4,5 миллиона тенге. Узнав об этой беде, коллеги пострадавшего мужчин, это владельцы крестьянских хозяйств из Женгалинского района, своими силами оказали материальную помощь. Мы с моими коллегами решили помочь Батрбеку Жмонгалееву. Собрали деньги, сколько смогли, чтобы хоть как-то помочь. Хотелось бы, чтобы и другие неравнодушные граждане оказали помощь и не остались в стороне от этой беды. Мусульмане Казахстана отмечают праздник Ураза-Айд, который знаменует окончание священного месяца поста и смирения Рамадан. Ураза-Айд отмечают добрыми делами. В этот день должна чувствоваться атмосфера праздника. В этой связи в городском парке культуры и отдыха прошло празднование организованной Ассоциации Казак-Куресе отделом физической культуры и спорта, молодежным крылом Жас-Отан и ресурсным центром по работе с молодежью. На праздники побывали и наши корреспонденты. Ураза-Айд – мусульманский праздник, который отмечается по завершении священного месяца Рамадан. В этот день следует проявлять заботу о близких и помогать нуждающимся. Также следует отпускать обиды и не держать зла. В этот знаменательный день с целью создания праздничного настроения для жителей и гостей города было организовано мероприятие, в ходе которого горожане могли посоревноваться в национальных играх, насладиться выступлениями аниматоров и отведать бесплатные угощения. Во время мероприятия будет соревнование именно по борьбе среди мальчиков, среди взрослых. К тому же будут соревнования среди девочек и женщин по стрельбе из лука. Присутствующие активно принимали участие в таких соревнованиях, как казак-уресе, подъем барана, стрельба из лука и перетягивание каната. А волонтерами были розданы памятные подарки и приготовлен курдак для горожан. В сегодняшнем мероприятии принимает активное участие и молодежь. Мы помогаем с организацией спортивных мероприятий, раздачей еды и подарков. Еще раз поздравляем жителей с праздником. По словам Верховного Муфтия Казахстана, слово «айт» означает по смыслу празднование, разделение радости, отвечать взаимностью. Присутствующие на празднике, по их словам, остались в восторге от мероприятия и поздравляли друг друга с праздником. Пусть будет благословенным у Роза Айт. Желаю каждой семье счастья, благополучия. Также хочу поблагодарить организаторов за поднятое настроение. Удовольствие получили не только дети, но и взрослые. Мероприятие, подарившее жителям особое настроение, продолжилось до самого вечера. В завершении праздника жителям, ставшим победителями в конкурсах и соревнованиях, были вручены ценные подарки. Сергей Уланов, Айбаршали Керва, Мирбуладжигапаров, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области состоялся фестиваль тюльпанов. Большое мероприятие прошло в Каиндинском сельском округе Касталовского района. Именно это место считается родиной тюльпанов. А местные виды цветов – прародителям известных голландских тюльпанов. Наши корреспонденты отправились в Касталовский район. Они расскажут о том, чем уникальны эти цветы и почему не стоит срывать степные тюльпаны. Каиндинский сельский округ Касталовского района Западно-Казахстанской области. Именно здесь, в 350 километрах от областного центра, растут прародители всех тюльпанов. По словам историков, эти небольшие изящные цветы росли здесь еще во времена Великого Шелкового Пути. Тогда, а именно, как говорят ученые в 15 веке, из Западного Казахстана тюльпаны распространились в Европе, в том числе и в Голландии. Тюльпаны во флоре нашего Западного Казахстана в основном встречаются по данным, зафиксированы по данным профессора Иванова. Это из рода тюлипа, это тюльпан Биберштейна, тюльпан Шренко, тюльпан Паникающий, а также тюльпан Бифлор или Духсытковый. Вообще считается тюльпан Шренко прародителем всех гибридных сортов, культурных видов тюльпанов. Вот уже третий год в Касталовском районе проходит фестиваль тюльпанов. Мероприятие собирает сотни участников. Гости фестиваля могут полюбоваться выставкой детских творческих работ, посмотреть на лошадиные скачки, сфотографироваться с беркутом, посетить национальные юрты и, конечно же, насладиться видом настоящих живых тюльпанов. Но срывать эти растения нельзя. За это предусмотрен штраф. Штрафы драконовские, там несколько миллионов, поэтому один из целей наших – пропаганда защиты тюльпана, потому что это редкий вид растений. Вы знаете, что вообще тюльпан произошел на территории Казахстана и потом распространился на территории земли. Поэтому мы гордимся тем, что на территории нашего района находится этот участник, и мы будем стараться сохранить вот этот наш полюс с его уникальными тюльпанами. В целом во флоре Казахстана насчитывается 35 видов тюльпанов. 18 из них занесены в Красную книгу, 12 – эндемики. Это означает, что они произрастают только в наших степях. В Касталовском районе растет преимущественно один вид тюльпанов – шренка. О том, что эти тюльпаны значительно отличаются от садовых, знают далеко не все. Ученые рассказали нам, что, оказывается, эти тюльпаны размножаются не луковицами, а семенами. И порой, чтобы из одной семечки вырос тюльпан, нужно более 10 лет. К сожалению, этот факт знают далеко не все, и люди продолжают безжалостно срывать эти красивые растения. И если так будет продолжаться и дальше, то скоро они могут исчезнуть. Цветы, растущие на территории Западно-Казахстанской области, являются уникальными. Некоторых видов тюльпанов, растущих здесь, больше нет нигде. Интересен тот факт, что срывая один тюльпан, мы лишаем поле 300 цветов. После цветения образуется коробочка плод, а в коробочке они содержат около 300 семян. А когда мы срываем тюльпан один, мы, значит, срываем сразу 300 тюльпанов, можно сказать. Поэтому людям надо объяснять, что это на грани исчезновения нашей тюльпаны, бренд Казахстана это считается. Несмотря на запреты, люди продолжают беспощадно срывать эти растения. Возможно, потому что плохо осведомлены о том, насколько уникален этот вид тюльпанов и что он находится на грани исчезновения. А может быть, представителям местных исполнительных органов стоит активнее проводить пропаганду в защиту растений. И не на словах, а на деле наказывать тех, кто не хочет соблюдать простые экологические требования. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобикенов, ТДК-42. В этом месте вы можете приобрести мебель, декор, текстиль, посуду и пластиковые изделия по доступным ценам. В магазине Сецел Хом представлено большое разнообразие товаров, известных фирм Икеа и Хофф. Менеджеры магазина отметили, что до 10 мая все желающие могут приобрести продукцию в рассрочку без процентов и переплат. У нас новое поступление мебели из компании Хофф, из компании Лерва Мерлен. Большое поступление кровати, матрасов. Сейчас действует у нас акция каждые выходные в субботу и воскресенье. Также до 10 мая действует рассрочка 006 от Каспи Банка. В магазине Сецел Хом покупателям предлагается продукция только из качественных материалов. Любые товары из магазина Сецел Хом характеризуются практичностью, красивым внешним видом и высоким качеством. Магазин всегда работает на благо покупателей. Я слышала, что пришел новый товар. Сегодня смотрю матрасы, качество очень хорошее. Видов тоже очень много. Есть даже ортопедические, которые полезны для здоровья. Цена приятно удивляет. Делай удачные покупки вместе с Сецел Хом. В магазине возможна доставка и сборка продукции. Магазин Сецел Хом расположен на цокольном этаже торгово-развлекательного комплекса Сити Центр. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. До встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова